Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и... Оператор! Девочки! Дорогие девочки и мальчики! Мы вот с шестого раза начинаем снимать. Нам смешинка попала. Да, смешинка, потому что мастер говорит, смотри, не скажи своё, девочки! А я не могу! Это же должен быть восторг! Ваши девочки, посмотрите, какая красота! Для тех, кто скучал по оператору, вот она, пожалуйста, в избытке. Итак, представляю вашему вниманию новую работу из бисера. Это цветочки медуницы. Чем мне приглянулась медуница? Тем, что... А вот я не скажу. Давайте начнём с того, что это низкое травянистое многолетнее растение. Она является представителем семейства Бурачниковой. Оно? Она, медуница. Данный род объединяет примерно 15 видов, которые в природных условиях можно повстречать на территории смешанных и широколиственных лесов Евразии. Поняла, что ты сказал? Я слышу. Хорошо. Латинское название медуницы образовалось от слова pulma, которое переводится как лёгкое. Это связано с тем, что уже очень давно листья этого растения используются для лечения болезней лёгких. А русское название связано с тем, что это растение является прекрасным медоносом – медуница. Медуница ещё нередко именует лёгочная трава, либо медунка. Мне нравится. Также медуницу лекарственную на территории Европы начали выращивать аж в 16 веке. Ой, какая древняя растение. А медуница узколистная, их же много видов, она является декоративным растением и она вошла в культуру только в 19 веке. И чем мне так приглянулась медуница, как я уже сказала? Дело в том, что это одно из немногих растений, которые на одной веточке, на стебельке содержат цветочки разного окраса. Как правило, бутончики и только распускающиеся цветочки, вот оператор, вот, они ярко-розовые, затем они бывают розовые, голубые, сиреневые, фиолетовые и синие. И белые. Бывает также ещё виды с белыми цветочками и красными. Как я уже сказала, зачастую на одном кустике могут вырасти цветки именно различного цвета. Я здесь не стала добавлять синий цвет по причине того, что не очень люблю сочетание вот здесь и коралловый, и розовый, и сиреневый. Если ещё синий, мне не очень нравится такое сочетание. И хотела бы сказать, что специалисты связывают данный феномен с тем, что уровень кислотности клеточного сока венчика, ну вот в лепесточках, постепенно меняется. У розового венчика сок имеет кислую реакцию, а у синего, либо голубого щелочного. Представляете? Да, вот такие вот дела. Фантастичка. Да, медуница, она сама по себе невысокая, но для букетика мне пришлось сделать почти максимальную высоту. У меня веточки примерно получились 35 сантиметров, примерно. И ещё очень бы хотелось рассказать о легенде. Но перед этим я вытащу одну веточку и просто вот покажу вам. Вот такая вот веточка. Чудо-чудо. Да, я согласна. Мне очень нравится, как они смотрятся. Я хотела их сначала в один букет поставить, а сейчас, думаю, придётся мне какой-нибудь другой букет с ними организовывать. Поэтому обязательно пишите, что вы думаете по поводу того, с какими другими цветочками можно объединить вот эти замечательные яркие цветочки медуницы. Ну и теперь про легенду. Существует легенда о том, что синие цветки медуницы – это цветки Адама, первого мужчины, а розовые – цветки Евы, первой женщины. Две различные окраски цветов на одном растении символизируют единство противоположностей. Существует даже загадка про это растение. Какой весенний цветок четырежды меняет свой цвет? Ответ. Цветок медуницы. Когда он распускается, становится розовым, потом пурпурным, фиолетовым и синим. А древняя славянская легенда гласит, если отопьешь нектар из двадцати розовых и двадцати фиолетовых цветков медуницы, то сердце твое станет здоровым и добрым. А помыслы – чистыми. Вот так ценили на Руси простой весенний цветок. Оператор, всё. Надо бы найти и выпить нектар. Оператор вам срочно нужен. Я тебе это поручаю. Ну хорошо. Ну, для анонса, я думаю, в принципе, уже достаточно времени. Сколько мы уже на пять минут наговорили. Ещё раз покажу вам веточки. Здесь у меня две веточки. Ну, мне вполне достаточно для моего будущего букетика. Ещё раз напоминаю, что вы находитесь на канале Кошка 2015-Цветы из бисера, запятая бисероплетения, запятая МК, что означает мастер-класс. Пожалуйста, подписывайтесь на наш с оператором канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Обязательно передавайте оператору привет. Я буду ждать. Она потом всем взаимные приветы пересылает обратно. С воздушными поцелуями. Ну, а на этом всё. Напоминаю, что это веточки такого чудесного растения, как медуница. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.